Этот год для Кировского отделения Российского детского фонда юбилейный. В ноябре ему исполнилось 35 лет. Он был основан в 1987 году уроженцем Кирова, писателем и общественным деятелем Альбертом Лихановым. За эти годы сотрудники детского фонда оказали помощь сотням тысяч детей. И сегодня в нашей студии председатель Кировского отделения Российского детского фонда Валентина Иванова. Валентина Павловна, добрый вечер. Скажите, кому именно, напомните, помогает региональное отделение детского фонда? Трудно сказать, кому не помогает. Помогаем. Это, в первую очередь, малоимущая, малообеспеченная семья многодетная. Это дети-инвалиды, дети со сложной судьбой. Это имеется в виду сироты. Вот, в основном, вот эта категория, на которую мы в первую очередь обращаем. И, естественно, не забываем и детей творчески развитых, которых надо поддержать. Это одаренные дети из малоимущих семей, в основном, из детских домов. Вот, как вы можете сказать, вот оцените нынешнюю обстановку. Вообще, кировчане охотно помогают людям. Какое отношение сейчас к благотворительности? Я хочу сказать и выразить слова признательности кировчанам, потому что, вы сами понимаете, 35 лет на службе благотворительности, без поддержки кировчан, предприятий, организаций, представителей малого бизнеса, мы бы не смогли жить. Поэтому я хочу сказать, что благотворительность в области набирает свои обороты, набирает от года, из года в год. И меня радует то, что все больше молодежи участвуют в этом. Это молодые предприниматели, это руководители предприятий, это школьники, студенты. Поэтому благотворительность, она, пусть не очень большими шагами, но она движется вперед. А почему молодежь подключается, как вы думаете? Почему молодежь? Они участвуют в различных акциях, благотворительных акциях. Ведь не только, мы чаще всего слышим о зеленении, животном помощь, но они слышат и нас, когда мы обращаемся, что надо на лечение ребенка, что надо вот этому сироте, а детям будет, потому что и они откликаются. Вот, кстати, завтра, 29 ноября, отмечается щедрый вторник, это международный день благотворительности, который проходит в более чем 100 странах мира. Вот Киров как-то присоединится к этой акции? Понимаете, очень присоединяемся каждый год к этой акции, но она пока у нас не носит вот такого масштабного характера, как, например, акция, посвященная Новому году или Дню защиты детей. Ну, это, наверное, недостаточно той информации, которую доводим и мы, ну и, может быть, и средства массовой информации. А так она, естественно, пойдет. Особенно будут принимать участие это школьники, российское движение школьников и другие объединения. Они чаще всего откликаются на это. Вот в следующем году пройдет благотворительный марафон «Спешите творить добро детям земли в Вятской». Расскажите вот вкратце, что это будет за марафон. Вот такой разговор об этом марафоне у нас состоялся с губернатором Александром Валентиновичем, и он поддержал. Поэтому мы сейчас будем, как говорят, создадим оргкомитет людей, которые будут за это, и разрабатывать те направления, по которым не в целом, значит, понимаете, а какие-то направления, остро нуждающиеся в области. Поэтому чуть попозднее мы вам все расскажем, и что из себя будет представлять этот марафон. То, что поддержал губернатор, это, я считаю, очень важно. Будем следить. Конечно. Спасибо, Валентина Павловна, что пришли. До свидания. Спасибо.